МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вертолет Ми-6. Этот гигант создан в конструкторском бюро под руководством Михаила Миля. Именно с этой машины началась эпоха тяжелых вертолетов. Ми-6 стал выдающимся достижением не только советской науки и техники. Ми-6 – настоящий прорыв в мировом вертолетостроении. Этот винтокрылый Исполин вывел отечественную школу проектирования на ведущие позиции в деле создания тяжелых транспортных вертолетов. В начале 50-х годов 20-го века в Советском Союзе большое внимание уделялось повышению мобильности сухопутных сил. Для быстрой переброски техники по воздуху военные стали активно использовать транспортные самолеты и вертолеты. В середине 50-х на вооружение начали поступать различные виды самоходной техники. Год от года она становилась все больше и тяжелее. Возможностей транспортных вертолетов Ми-4 и Як-24 было уже недостаточно. Требовалось создать новый тяжелый вертолет для перевозки массивных грузов как внутри кабины, так и на внешней подвеске. Проработку будущего тяжеловоза авиаконструктор Михаил Миль начал в 52-м году, сразу после успешного создания десантно-транспортного Ми-4. Первоначально проект получил обозначение ВМ-6, вертолет Миля грузоподъемностью 6 тонн. Несмотря на мнение крупнейших авиационных авторитетов, которые рекомендовали для тяжелых аппаратов двухвинтовую продольную схему, Миль предпочел строить машину с одним несущим винтом. Он знал, что в Соединенных Штатах в это время шли испытания тяжелого экспериментального вертолета X-H-17 с двухлопастным ротором диаметром почти 40 метров. Это вселило уверенность в возможности создания такого большого несущего винта. В отличие от Ми-4, на новой машине в качестве силовой установки впервые в истории отечественной винтокрылой техники предполагалось использовать газотурбинный двигатель. Но в процессе работ главный заказчик потребовал увеличить грузоподъемность в полтора раза. Проект пришлось переработать под два двигателя. В свою очередь это повлекло за собой создание мощного редуктора, способного пропускать через себя всю мощность силовой установки. В июне 1955-го проект был утвержден. Вертолет получил обозначение Ми-6. Компоновка машины была продиктована применением газотурбинных двигателей. Для сохранения центровки их расположили спереди над большой грузовой кабиной. За двигателями находился главный редуктор, на котором монтировался огромный пятилопастный ротор диаметром 35 метров. Безусловно, создание такого мощного редуктора, трансмиссии и несущего винта было огромным достижением в вертолетостроении. Ничего подобного в мире до этого момента не создавалось. Да, в США создали XH-17. Но, во-первых, эта машина была экспериментальной, а не серийной, как Ми-6. А во-вторых, американский конкурент не имел редуктора. Ротор приводился во вращение реактивной тягой. На концах лопастей располагались форсунки, в которые подавался сжатый воздух от компрессоров двух газотурбинных двигателей. Проходя через форсунки, воздух смешивался с топливом и поджигался. Подобная схема позволяла отказаться от длинной хвостовой балки. Но, как показали испытания, такой способ оказался низкоэффективным. Поэтому Михаил Мель выбрал для Ми-6 классическую схему с хвостовой балки. Длинные лопасти имели принципиально новую конструкцию. Они должны были состоять из цельного трубчатого стального лонжерона, на котором закреплялись отдельные секции. Такое решение позволяло избежать излишних деформаций. Но в то время цельных стальных труб большой длины советская промышленность не производила. Поэтому первые лонжероны для Ми-6 конструкторам пришлось составлять из трех отдельных отрезков. Лишь несколько лет спустя Михаилу Мелю удалось убедить министерское руководство в необходимости создания прокатных станов соответствующих размеров. 5 июня 1957 года заводской летчик-испытатель Рафаэл Капролян впервые оторвал гигантский вертолет от земли. А в октябре того же года Ми-6 установил сразу два мировых рекорда грузоподъемности, подняв на высоту более двух километров груз в 12 тонн. Максимальный взлетный вес машины составлял целых 40 тонн. На второй опытной машине установили управляемое в полете крыло, которое изначально и предусматривалось в тех заданиях. На крейсерских режимах полета это крыло разгружало несущий ротор, тем самым позволяя сэкономить его ресурс. Обе опытные машины были показаны в августе 1958-го на воздушном празднике в Тушино. Ми-6 запустили в серийное производство в 1959 году. И это несмотря на то, что испытания еще продолжались. Вооруженные силы Советского Союза остро нуждались в таком вертолете. Ми-6 практически без особых трудностей прошел все стадии заводских и государственных испытаний. Они успешно завершились в декабре 1962-го. К тому моменту на счету Ми-6 уже было 15 мировых рекордов скорости и грузоподъемности. Он стал первым в мире вертолетом, поднявшим в небо груз в 20 тонн. Кроме того, именно на Ми-6 впервые был преодолен рубеж скорости в 300 км в час, который тогда считался попросту недостижимым для вертолетов. Ми-6 официально приняли на вооружение в 1963 году. Военные получили в свое распоряжение высокоэффективное универсальное транспортное средство. Винтокрылый гигант применяли для оперативной переброски как живой силы, так и различной военной техники. Створки грузовой кабины, как удачное техническое решение, позаимствовали у Ми-4. Внутри вертолета можно было перевозить самоходные пусковые установки, тяжелые артиллерийские орудия с тягачами, грузовики. На внешние подвески транспортировались самолеты и любая другая негабаритная техника массой до 8 тонн. Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-6. Диаметр главного ротора 35 метров. Длина 33,2 метра. Максимальная взлетная масса 41 700 килограммов. Силовая установка два газотурбинных двигателя Д-25В мощностью 5500 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость 250 километров в час. Практическая дальность 500 километров. Экипаж 5 человек. Полезная нагрузка 61 солдат или до 12 тысяч килограммов грузов или 8 тысяч килограммов на внешней подвеске. Вооружение. Один пулемет калибра 12,7 миллиметра. В 1965 году Ми-6 был с большим успехом показан во Франции на международном авиасалоне в Ле-Бурже. С того времени вертолет неоднократно представлял отечественное вертолетостроение на крупнейших зарубежных выставках и авиационных праздниках, вызывая повышенный интерес публики. За создание Ми-6 американское вертолетное общество присудило главному конструктору Михаилу Милю международный приз имени Игоря Сикорского в знак признания выдающегося достижения в развитии вертолетно-строительного искусства. Сам Игорь Сикорский, ознакомившись с основными характеристиками вертолета Ми-6, сказал, «Шаг от Ми-4 до Ми-6 – это прыжок через два или три поколения вертолетов». Ми-6 широко применялся на гражданской службе. Он принес огромную пользу народному хозяйству. Многие отдаленные нефтяные месторождения были освоены именно благодаря этому винтокрылому гиганту. Специально под него создавались разъемные конструкции с массой отдельных частей до 8 тонн. Установленная на вертолете дублированная система управления была оснащена гидроусилителями. Автопилот обеспечивал стабилизацию по курсу, крену, тангажу и высоте полета, и значительно облегчал работу экипажа. Ми-6 отлично зарекомендовал себя в суровых условиях Крайнего Севера, в жарких пустынях и высокогорных районах. Залогом многолетней успешной эксплуатации Ми-6 было постоянное внимание к нему со стороны его создателей. Конструкторам удалось значительно увеличить ресурс многих элементов конструкции. Наглядный пример – лопасти. С введением цельного лонжерона их ресурс удалось поднять с 50 до 1500 часов. Все предпринятые доработки позволили создать одну из самых надежных и высокоэффективных машин в мире. Об этом свидетельствует огромный для такого большого вертолета тираж. За годы серийного выпуска промышленность выпустила около тысячи Ми-6. В дальнейшем конструктивные решения Ми-6 были использованы при создании летающего крана Ми-10 и царя вертолетов огромного Ми-12, самого тяжелого и грузоподъемного вертолета, когда-либо построенного в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok